Авиарейс Уфа-Дубай осуществляется через воздушное пространство Ирана, вопреки рекомендациям Росавиации. Об этом свидетельствует карта онлайн-портала Flightradar24. Федеральное ведомство выпустило рекомендацию после авиакатастрофы Боинга 737 в Тегеране, в результате которой погибло 176 человек. По мнению специалистов, от авиакомпаний потребуются дополнительные затраты из-за изменения маршрута. Но многие готовы на это пойти ради обеспечения безопасности. Однозначно увеличится протяженность маршрута. Если на карту посмотреть, то закрывается, вернее рекомендуется обходить очень большой кусок территории. Соответственно увеличатся расходы на топливо у авиакомпании. Но им уже решать, выгодно или не выгодно. То есть ситуация будет теперь определяться уже позиция авиакомпании. Насколько все-таки им выгодно продолжать туда летать по таким вот не очень удобным маршрутам. Для получения комментария телеканал РБК Уфа направил запрос в уральские авиалинии. Сейчас мы ждем ответа. Кроме данной авиакомпании перелет через страны Персидского залива, ранее осуществляли еще три перевозчика. Это Royal Flight, Azurair и Ikar. В основном это чартерные рейсы. Напомню, крушение Boeing 737 произошло рано утром 8 января в районе международного аэропорта в Тегеране. Как сообщают иранские СМИ, причиной крушения украинского лайнера могло стать возгорание двигателя. Однако специалисты продолжают изучать так называемые черные ящики. Продолжение следует...